Спасибо большое, Светлане Сургановой, за прекрасное начало дня. Продолжается утро в Петербурге. Новогодние праздники, пора щелкунчика, казалось бы, позади, но у наших зрителей есть еще шанс услышать гениальную музыку Чайковского, но, правда, в весьма оригинальном прочтении, исполненную на саксофоне. Действительно, уже сегодня в Петрикирхе, в рамках 9-го международного фестиваля классика «Без границ» состоится концерт, который продемонстрирует широкий музыкальный диапазон этого популярного инструмента. Прозвучат классические произведения, в том числе и Чайковского, и Бородина. Приветствуем в нашей студии организатор фестиваля Анастасия Мазанкина и лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей Серафима Верхолад. Девушки, доброе утро. Здравствуйте. Анастасия, фестиваль проходит уже в девятый раз. В этом году открыл его Петр Налич и квартет Страдиваленки. То есть явно эта классика действительно «Без границ» и непривычная нам симфоническая музыка. В чем главный посыл фестиваля? Главный посыл фестиваля в том, что мы соединяем несоединяемое. Мы делаем обработки классических произведений. Много инструментов, для которых не написаны классические произведения, исполняют эти произведения. И это действительно вот такой жанр-кроссовер, который идет на протяжении всего фестиваля. И почему, опять же, классика «Без границ». У нас фестиваль достаточно продолжительный. Он идет по 25 мая. И вот почти на протяжении полугода мы показываем безграничные возможности инструментов и наших музыкантов, которые приезжают к нам из разных городов. То есть выход за рамки жанров, да? Да. Ну вот смотрите, понятно, что... Вот, Серафим, вам вопрос. Саксофон – это инструмент, который, мне кажется, у большинства ассоциируется с джазом. И тут классические произведения. Понятно, что все нестандартные, интересные эксперименты. Но как вообще пришла эта идея на саксофоне исполнять классику? Ну, в самом деле, саксофон пришел в мир музыки именно как академический инструмент. А джазовым он стал позже. И мы, это я, мои студенты, мои коллеги, мы как раз адепты академического направления. И мы пропагандируем и отстаиваем его жизнь в академическом мире своей деятельностью. Как раз возвращаете его к корням. Ну, он просто в классическом оркестре, он не солирует, я так понимаю, да, саксофоном? В классическом оркестре он как раз исключительно солирует. Потому что даже если его пишут где-то средним или нижним голосом, его всегда слышно в любом оркестре. Он колоссальные акустические возможности имеет. И его слышно в любом самом плотном составе. Но вы не просто решили классическую музыку исполнять. Вы замахнулись на нашего, так сказать, Петра Ильича, да? И более того, на щелкунчик, на произведение, которое обычно исполняет огромный оркестр. Мы привыкли его слушать. А вот вы переложили его для оркестра саксофонов. Насколько это была сложная задача? Ребята будут исполнять переложение щелкунчика, более даже сложная задача, в переложении для квартета саксофонов. Квартет саксофонов – это традиционный состав. И он дублирует, можно сказать, полностью повторяет струнный квартет. И по диапазону, и по краскам. Уступая только в том, что мы не можем играть многозвучные аккорды, да? И мы можем играть только одну ноту. Но зато выигрывая полнотой звуком, мощностью, объемом. Ух, да, саксофон он такой. Вот, Анастасия, мы знаем, что фестиваль продолжится еще и в феврале. И также слушателей ждет не репертуар привычной классической музыки, а нечто другое – это гитара, армянские народные инструменты. Вот расскажите об этих концертах. Тоже что-то, с одной стороны, непривычно ожидает зрители? Ну вот 17 февраля я привожу из Москвы Аркадия Резника. Он представляет нашим слушателям уникальную программу под названием «Эволюция гитары». Он будет играть на трех гитарах – на барочной, романтической и классической. И вот его программа будет состоять из произведений от барокко до современности. Также 19 февраля в Петрикирхе мы уже, как говорится, традиционно вставляем в наш фестиваль этно-национальную музыку. И там будет представлен ансамбль «Ашук», армянский ансамбль. Они будут играть свою национальную музыку, но в их составе не только национальные инструменты, но и классические инструменты, такие как флейта, фортепиано и скрипка. Серафима, вы не только исполнитель, вы преподаете саксофон, и сейчас мы услышим квартет ваших учеников. Да, вот, пожалуйста, расскажите, какие инструменты, какие виды саксофона мы увидим, услышим и какую композицию ребята нам сыграют. Мы приглашаем музыкантов в нашу студию. Мы приготовили для зрителей замечательный подарок, потому что, во-первых, сегодня в вашей студии прозвучит классический квартет саксофонов, где будут представлены самые основные разновидности саксофона. И сегодня мы решили исполнить южную солнечную музыку композитора Педро и Тюральда, греческая сюита, и часть называется «Фанки». Просим. Просим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прямо в Греции очутились. Спасибо вам большое. Благодарим вас, ребята. Самый настоящий квартет золотых саксофонов. В гостях у нас были Анастасия Мазанкина и Серафима Верхолат. Девушки, спасибо большое. И прекрасного вам фестиваля. Напоминаем, напоминаем, организаторы и участники фестиваля «Классика без границ».